Молодой фестиваль хоров мальчиков и юношей Берестейские хоровые ассамблеи уже имеет историю и связь с другими городами и коллективами. Вдохновением для создания культурного форума в городе над Богом стали Минские хоровые ассамблеи. И дружба между столичными и местными хористами благодаря этому только укрепляется, ведь всегда приятно обменяться опытом с добрыми друзьями. Те хоры, которые на сегодняшний день в республике работают, это энтузиасты своего дела, и руководителям этих коллективов нужно ставить памятник еще при жизни. Поэтому то, что мы сюда приехали в Брест на прекраснейший праздник Берестейские хоровые ассамблеи, я только сегодня узнал об этом, как называется этот фестиваль. И это такая отсылка своеобразная на 30 лет назад. В 1994 году в республике Беларусь два молодыми хормейстерами был придуман фестиваль хоров мальчиков под названием Минские ассамблеи. Одним из придумщиков, выдумщиков был ваш покорный слуга. И Олег Евгеньевич у нас был постоянным участником этих фестивалей. И я очень рад, что сегодня он продлил эту эстафету 30-летней давности и занимается этим делом в Бресте. Участники фестиваля – многократные лауреаты международных конкурсов и телевизионных проектов, патриотических акций, государственных культурных мероприятий. Коррективы исполняют народные песни, произведения белорусских и российских композиторов, зарубежную классику и духовную музыку. «Мальчишки, мальчишки, в руках мне завидовать вам! Мальчишки, мальчишки, в руках мне завидовать вам!» Хористы – разносторонние и интересные артисты. Если женский коллектив собрать достаточно просто, то мужской – та еще задача. Ведь из Орнова юношу нужно заинтересовать, привить ему любовь к музыке, а самое главное – помочь ему в период ломки голоса, который часто ставит крест на карьере начинающих артистов. «На сегодня у нас 10 коллективов, из них из Российской Федерации, три коллектива, остальные белорусские. Приехало где-то порядка 400 ребят. Вы знаете, на сегодня я считаю, что хоры мальчиков – это, ну, по большому счету, это как визитная карточка, что ли, каждого города. Потому что это эксклюзив. Хоров девочек много, а вот хоров мальчиков, к сожалению, немного. Потому что у мальчиков, я считаю, на сегодня, да, много всяких, так сказать, моментов, которыми там то ли футбол, то ли какие-то там плавания, то ли еще какие-то разные виды спорта. Поэтому, ну, не каждый хочет петь. И отобрать их сложно. Но, тем не менее, вот, любовь, наверное, вот к хоровому пению, к вокальному пению их объединила. Вот на сегодня у нас вот такой огромный праздник в городе Бресте». Галак-концерт фестиваля пройдет в Брестской крепости «Герой» 9 мая. Сводный хор из порядка 400 вокалистов исполнит самую трепетную и ту самую со слезами на глазах песню «День Победы». «И очень хорошо, что к нам приехали ребята не только из таких белорусских городов, как Витебск, Минск, Могилев, представляют ребята города Бреста, хоры наши Брестские. Ну и приехали, молодежь приехала из трех российских городов. Поэтому, безусловно, то есть это здорово, это говорит, что действительно наши народы, они едины. И действительно это говорит о том, что мы очень хорошо и очень трепетно относимся к тем памятным датам, которые передали нам наши потомки, деды и прадеды. Действительно мы очень искренне относимся к тем ветеранам, которые действительно еще есть с нами. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше. И вот то, что произойдет 9 мая на большой сцене, которая сейчас монтируется в цитадели Брестской крепости «Герой», это когда вот эти все ребята, а их будет больше 400 человек, плюс это будут наши не только хоры, но и наши инструментарии, сводные оркестры. И когда они все исполнят песню «Днем Победы», вот это будет здорово». Василий Навуцкевич, Эдуард Букунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.